Без праздников маящат только будни, один куплет. И он полностью у нас, ни праздников, ничего нет у нас, далекий, труд, трудный, тяжкий, все перегорит. Это все заложено было, это 5 или 7 лет назад было написано. Знаете, стихи сейчас сцепляются, там, вы помните, с гибелью ребенка там. Вы это сказали, я говорю, за 7 лет до его гибели написано, то что вы трясетесь, я вам его в руки дал. Почему вы тогда не догадались-то? У вас еще ребенок, что его ждет? Да, это как так, это можно было? Ну, теперь-то еще говорить. Я же не после смерти говорю, а до смерти за 7 лет. Ни я, ни вы не знали, и возраст другой. Вот и все. Нам трудно это понять. Мы говорим, Пушкин наслежил бы с нами, мы бы его сохранили. А что он речь? Почему Сталина Мандельштама не уберег? Ну, Клюева не уберег, а наоборот только с Гнобеля. Почему Есенина не сохранили? Почему Пастернака Гнобеля? Но Нобелевскую премию дали он отказался, не поехав получать. Борис Пастернак. А Борис Леонидович, это один из самых больших поэтов здесь был в то время. Не надо? Где оказался Солженицын? Я, конечно, ни к одному из них не приравниваюсь, но вижу, что раз вызывает такую лютую ненависть, и объяснить о ней не могут, я отсюда определяю. Тут особая энергетика заложена в этих стихах. Она буквально режет их. А сегодня, да, вот это вы жжете. Опять тут. Вот это вы режете. Там все сказано без ужимов. Как вы о патриархе так говорите, я говорю, а там же не написано о каком патриархе. Это вообще... Их много патриархов. Давай, дальше. Все, время. Все? Да, нравится. Так. Вот у меня были бы сейчас такие бабушки, совсем немощные. Их еще не любил бабушку. А они такие есть. С ними-то не связано. Ну, Александра Ивановна была. Другие Александры. Всем просьба молиться, чтобы Господь показал мне, нужны ли эти четыре книги. И если они нужны, каким образом издать их. Если так разобраться, субботы вполне подъемные для богатого. Чуть побольше полтора миллиона. Это полтора миллиона мне не восполнить, а там 300 рублей, кажется, добавляется. Сейчас посмотрю. Ну, это я бы и сам отдал такие деньги. Главное, полтора миллиона. А остальное я уже найду. Вот. Так, ну да. Миллион пятьсот тридцать шесть тысяч. Пятьсот тридцать шесть тысяч. Ну, шесть-то я бы нашел. У меня пенсия пять-двести. Вот так. Понятно, что кто смотрит на меня и понимает. А вот юрист. Как угодно назовут. Ты понимаешь, что такое полторы? Это две наших машины. Две машины. А для меня это вообще ничего не стоит. У меня нет денег. У меня просто есть глубокая, большая вера. Я знаю, у кого я прошу. Он очень богатый. Даже у него имя с богатства. Богатый. Богатый он. У него столько щедрот. А спрашивает. А верит, что он может дать? Но я не знаю, даст или нет. А что, дать может? Может. Я не знаю воли его. Может, он будет меня испытывать. Материал теперь я буду готовить. Алексей, если воля ко мне пришел, нужно выставить тысячи семьдесят три фотографии. Представь себе. Тысячу фотографий. Их нужно обработать в фотошопе. Перевернуть. Выставить. Написать. Уменьшить. Есть на целый лист. Есть на пол листа. Есть на четвертинку. Но Алексей берется. У него работа же. У нас в той работе. Я говорю, Алексей, два варианта. Один вариант. Ты берешься и делаешь. Солнце крыщаешь. Жена, чтобы тебе была помощница. А второй вариант. Ты приезжаешь сейчас в программу. Выстанавливаешь программу. Учишь меня. Да я не знаю. Сегодня, говорит, уже знаю. Надо у вас программу устанавливать. Он уже узнал это. И придется мне работать в фотошопе. Я уже работал, но не на 16 листов. И сделано будет. Будет сделано. И когда я делал сам это, как правило, неплохо. О, Василий, садись. А я сейчас заходил и думаю, нет Василия. Да работал сегодня. В воскресенье? Ну. А что ты делал? До аварии там канализация забилась. Три колодца откапывал. Ты нужный человек. Откапывал три колодца там. Нужные. Замечательно. Ты туалеты откапывал колодцы. Нужные. Колодцы. А там начальники живут? Почему? Рабочие. Рабочие здания двухэтажные. А ты слышал такого паэта? Самуил Яковлевич Маршак. Так вот он там разбирает. От кого как пахнет. Рыбой пахнет. Рыбак. Там перечисляет. Хуже всего знаешь, кто пахнет? Богач, который ничего не делает. От тебя не думаешь, что такой запах. Ты в туалете там где-то канализационная труба. Ты настолько нужный был бы, что весь город провонял бы кабаниты. И ты так и должен понимать. Я всю жизнь проработал санизатором. В духовном плане. На самом низу пирамиды. Хорошая у тебя работа. Хорошая. Плоды трудов пожинать чужих. Благодари Бога. Ты настолько был нужный, что без тебя не обойдет. Совершенно. Люди трудятся. Они завалятся. А Вася пожинает. Понял? Сигайте, не ухаряй, что у тебя такая работа не особо запашистая. Ты очень нужен. Мы даже без еды можем дольше прожить, чем без того, чем ты занимаешься. Вот так. Ну что, все у нас? Да, молимся. А в общем-то надо подвести итог. Я не буду. Общий-то итог, мне кажется, подвести надо такой. Поблагодарить Бога, что дал нам всем веру. Мы остались здесь. Это Бог сделал-то. Поблагодарить Бога, что есть толкование. Нам не надо блуждать. А ты как Маня понимаешь? А ты как Ваня? Вот этим все остальные перед православием проигрывают. Я не говорю о церквах исторических. Католики, Григоры, Армяны, Сирсы, Копта. У них есть толкование. Остальные они меняют. Почему Влад Алькунцевич сказал, бессионер, что такое секта? Это нечто. Грозное, зловещее и неуловимое. Я по всем пунктам могу легко это доказать. Особенно неуловимое. Вот у меня адвентисты пришли. Пресветер. Там проповедник он у них. Ну и беседуем. Вижу, они уже плывут. Я говорю, хорошо. Вот это мы сейчас записали. Вы можете расписать все под этим? Мы же все зафиксировали. Конечно. А я на магитофон записываю еще. Вот завтра я приду и все у вас в общине расскажу. Как вы понимаете? Это же не по-адвентистски даже. А мы откажемся. Как же вы откажетесь? Так вы же подписались. А мы скажем. Ну а мы в общем-то переменили и все. То есть нету уловимости. Вот я сказал, так сказал Златус, я не могу никуда отвернуть это оттолкование. Почему? Я православный. У нас константа. А они все время чуть не так понимают отдельность тех, кто отстекает. Все отдельно. С тех, кто отстечет. С нами Бог. Вы диаметрально противоположны. Мы только то, что в Библии... Это кто говорят? Баптисты. Хорошо, скажите, где в Библии написано, что нужно праздновать воскресенье? Адвентисты это оттуда задают-то. И вы доказать это не сможете. Где в Библии написано, что у человека душа бессмертная? Где написано в Библии хотя бы раз, что у женщины есть душа? Просто покажи. Я их просто... Скажите, вы верите в Святую Троицу? Да, и адвентисты верят. Где слово Троица в Библии? Один раз покажите. А яговисты ликуют. Вот и вы за то, что... Я за то, что его нету. Но оно из всех положений выходит. Принято в Третьем веке. Понимаете? Многое, что у них есть. Становиться вот так вот. Глаза закрывать. Вот так вот молиться. Они молятся вот так вот. А такого нет в Библии. Написано, Иисус возвел очи и стал говорить. Отец. Считай 17 глав. Возвел очи. Написано на всяком месте мужи. Почему вы руки не поднимаете все? Написано. То есть я их на каждом, чтобы вот так вот... Вот в перстнике. А где написано, чтобы в перстнике были? А потом вот так было. Ну и все. Какие у вас вот... Во время рукоположения пять человек подходили. Вот так вот. Где нашли форму крещения вот так опрокинуть? Где? Этого нигде нету. Это вы друг от друга приняли. А у вас где? А у нас святые отцы написали с первого века, как крестить. Шафтри, погружение, апостольское правило, 50-е. Вы крестить его так вот опрокинуть, это положение в гроб. В гроб кладут. А Христос умер стоя. Поэтому у нас крестят... Человек приседает. У нас в смерти его крестились. Смерть он умер на кресте стоя. Да как это? Почему у нас так? Правда, эти вопросы, они сразу начинают сомневаться. Я говорю, а то, что вы проповедуете, любите святую Библию, только надо приветствовать. А против церкви... Ну, элементарно. Иконы идут. Все, дальше он не идёт. И на этом засыхают. Икона есть идол. Давай. Икона есть идол. Запиши. Давай. Теперь скажите, Бог идол мог повелевать делать? Нет, конечно. Нет. А как же, говорит, сделай изображение Херувима. И не где-то в самом доверии. Ну, святая и святых. Крыльями касаются друг друга. А есть глаза у них. Ну, не говорят. Есть ноги. Есть крылья, но не летают. Это всё к ним относится, считай, 113-й, 134-й псалмы, 44-й, 41-й главы Исаии. Всё, что к идолам, относится к этим изображениям. Но, однако, это не идол. Если бы вы сказали, что идолы, тебя бы убили сразу. Римлянам 22-го. Ну, шесть идол святотатствуешь, святыни, тебя сразу бы убили. А мы, ну, у православных перехлестнуло. Ну, пусть они иконы будут. Пусть. Вот у нас они, видишь, высоко. А есть там где иконы? Вот они высоко. Высоко. Никто у нас по стенам не лазит, на стомейке не становится. Но это иконы. И в храмы у нас высоко. У нас по храму не ходят. А вот лежит одна икона на лое. Ну, когда нужно, тут нам уже просто по чину положим. Это все, о ком я говорю, люди очень хорошие. Чего им не хватает, это войти в церковь через рукоположение. А как? Чтобы двух-трех у них рукоположили в епископы. А остальных они, ну, конечно, подписка была, что ни одного догмата православия трогать не будут. Ну, это скажут, ты фантазируешь. Но у меня решение, конкретная программа. Татьяна попросила, чтобы навестили Валентину. Что? Ну, Валентину Павловну, чтобы навестили. Валентину Павловну. Ну, она дома сейчас, чтобы ее кто-то посетил. Ну, я поеду тогда. А, ну, все. Так, Николай Валентинович, если благополучно все это, доклад, сделаешь, вопрос второй за этим будет. И принято будет это решение, ты сам знаешь. У нас принято так, кто дает предложение, тот его выполняет. Значит, готовься в командировку. Собираем деньги на самолет и в Америку. А что я? А что ты так? А что? Мы не просто будем пустословить, а конкретно, решительно снабдим тебя документами. Я тебе выпишу на слово обещать. Все как положено. Батюшка даст документ, что ты не отлученный от церкви, не на замечание, ну и все остальное. Надо отлучаться. Так что это может быть уже в этом году. Да я уже на пенсии, Игнатьев. Уже пошел? Все, вопросов нет? 13 месяцев осталось. Как у слонов, как слонов. Коротко, дома помолитесь на поклонах? Да. Ну, давайте, ладно. Боже, милостивуй мне, грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня, грешен помилуй. За молитвы святых отец нашего Господа, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный утешителю, души истинной, иже везде ссы, и вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны. И очистены от всяких скверных, спаси блажь и души наши. Святые Божие, святые, крепкие, святые, бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые, крепкие, святые, бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые, крепкие, святые, бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне пресно и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Си на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави нам долги наши, яко же ему оставляя блажняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от рукава Го Ибо Твое и Сарство, Сила и Слава во веки, аминь Аминь Господи, слава Тебе за этот день, мирное время За эту святую возможность собираться и слышать слова жизни Хвала Тебе Помоги нам, Господи, все слышанное исполнить в жизни нашей с любовью Наполни души наши дивным елеем, которые потребуются при встрече с Тобою Чтобы дела наши были сделаны с любовью в Духе Святом Посети болящих, одиноких, непришедших и падших в оставе На врагов пролей милость, благослови правителей в стране Патриарха, епископов и священству Найди новые души, расширь пределы церкви Твоей Укрепи нас в шествовании за Тобою и прими нашу сию молитву И воздяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей Услыши молитву всех, кто молится о нас во благо нам И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молись о них Тебе, Господи, Владыка, хвала, слава, счастье, поклоняй, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Говори, Господи, Владыка, слушай и слышай, Траб Твой Аминь Аминь С миром Божьим Спасибо, Господи